Дорогие друзья и коллеги, сегодня в стране отмечается День Печати. Этот день является символом слова и мощной силы, которая в нем заключена. Мы знаем, что ваши слова – это настоящее оружие, а ваши материалы всегда с интересом читаем мы и наши боевые товарищи. Такую видеооткрытку записали бойцы Росгвардии всем журналистам из зоны проведения специальной военной операции. С начала СВО вместе с военными корреспондентами работают и гражданские журналисты. За почти два года вышло больше 11 тысяч телерепортажей, очерков, статей и информационных сообщений. Рязанские журналисты в тесном взаимодействии с региональным управлением Росгвардии часто общаются с бойцами СОБР и ОМОН, выполняющими задачи на линии соприкосновения, а также регулярно делают репортажи с сотрудниками, которые несут службу в регионе. Отмечу, что управлением Росгвардии Паризанской области все поставленные задачи выполнены в полном объеме. Проводились как внутренние, так и мероприятия в зоне специальной военной операции. Общая оценка результатов нашей работы складывается из ежедневной, кропотливой работы каждого сотрудника и военнослужащего Росгвардии. Поэтому выражаю слова благодарности каждому сотруднику и всему коллективу нашего управления. Конечно же, сегодня мы собрались по другому поводу, чтобы поздравить именно вас, дорогие друзья, с профессиональным праздником. Тех, кто плодотворно работал с нами на протяжении всего 2023 года. За активное взаимодействие с управлением Росгвардии по Рязанской области и широкое информационное сопровождение деятельности войск Нацгвардии репортерам вручили благодарности и памятные подарки. В телекомпании «Город» отметили сразу двух журналистов. Росгвардия играет важную роль в обеспечении общественной безопасности. И мы, журналисты, в свою очередь, всегда рады помочь в освещении как профилактических, так и событийных мероприятий. Очень приятно, что сотрудники Росгвардии тоже отвечают благодарностью в нашей совместной работе. От торжественной части к практической. Сотрудники Росгвардии совместно с Центром спортивно-стрелковой подготовки 19-11 организовали для журналистов тренировку по практической стрельбе из пистолета. Так что буквально с корабля на балл журналисты региональных СМИ попали в стрелковый тир. Заряжаетесь вы, разряжаетесь вы, досылаете патрон-патронник, у вас палец лежит на рамке. На спусковой крючок вы палец кладете только во время стрельбы. Пять стрелковых точек, пять разных пистолетов. Журналистам дали пострелять из каждого. Берет, оглок, чтобы приноровиться к оружию. И выбрать то, с чего стрелять удобнее для соревнований. Самым метким журналистам вручили благодарности от регионального управления Росгвардии. И здесь тоже не обошлось без наших. Почетной грамотой награждается призер турнира среди представителей СМИ по практической стрельбе из пистолета Бочкарел Кристина. 43 из 50 почти идеальный результат для первого раза. Впрочем, попадать в цель – это не только про бойцов. Для журналистов это тоже одно из самых ценных качеств.